Всем привет! Мы команда K-ON и как вы можете догадаться по этому красивому слайду мы занимались разработкой сервиса по подбору сериалов и фильмов K-ON. Давайте поближе познакомимся с нашей командой. Итак, Зубков Андрей занимался фронтендом. Меня зовут Пронин Константин, я был на бэкэнде. Середкина Алиса отвечала за фронтенд и последний, но не по значению, Елизаров Олег занимался разработкой бэкэнда. Итак, о чем же наш сервис? На нашем сервисе вы можете посмотреть информацию о фильмах и сериалах, заценить их трейлеры и посмотреть отзывы других пользователей, тем самым подобрав для себя лучший досуг на вечер. Кроме того, вы можете создавать целые плейлисты на свой вкус или под настроение. Давайте же перейдем от слов к делу. Перешли мы на страницу нашего сервиса. Как видим, на главной у нас есть слайдер, где находится все самое важное и также некоторые подборочки от нашего сервиса. Давайте посмотрим, что у нас любит редакция. Например, сериал «Бумажный дом». Давно его хотел посмотреть, мне многие друзья его советовали. На странице сериала или фильма мы видим трейлер ютубовский, какое-нибудь краткое описание фильма, рейтинги и актеры, которые снимались в ролях. Также у нас есть похожие фильмы и похожие сериалы и отзывы пользователей. Давайте сообщим нашим друзьям ВКонтакте, что выложим какой-нибудь пост на те, на что я, допустим, собираюсь его смотреть. Опубликуем и все, как отправили мы пост. Ссылочка закрылась. Давайте зарегистрируемся на нашем сервисе. И, как видим, на главной странице мы уже можем подписаться на наши рекомендации, чтобы в дальнейшем в профиле получать какие-либо обновления, смотреть обновления о новых фильмах, которые были добавлены в данные рекомендации. Подпишемся на парочку и затем перейдем в профиль. Как видим, они у нас здесь отобразились. Давайте создадим свои плейлисты. Допустим, будет «Хочу посмотреть», чтобы хранить в нем отложенные фильмы для просмотра. И «Любимые». В настоящее время все создают темную тему, но мы, наоборот, пошли немножко задом наперед и создали светлую тему. Вот. Давайте какой-нибудь подберем фильм себе на вечер, чтобы провести досуг после защиты. Допустим, я хочу посмотреть какую-нибудь комедию с хорошим IMDb рейтингом. «Зеленая книга». Также говорили, что это отличный фильм. Добавим «Хочу посмотреть» плейлист. И теперь хочу добавить в свой любимый фильм с Джеки Чаном. Для этого воспользуемся нашим поиском. Как видно, на странице поиска у нас разделено по сериалам, фильмам и актерам. Перейдем на страницу актера. Как видим, здесь краткая информация, фоточка. И фильм или сериал с участием актера. «Час пик» — это тот самый мой любимый фильм. Добавим его любимое. Большая печатка. И оставим отзыв. 10 баллов. Продолжим нашу презентацию. Сейчас ребята расскажут об интересных решениях, которые применялись в нашем проекте. Да, всем привет еще раз. В нашем проекте было использовано множество интересных и нестандартных решений. И про некоторые из них мы вам сейчас и собираемся рассказать. Первым и, наверное, самым сложным для нас было создание алгоритма подборки похожих фильмов и сериалов. Безусловно, первой мыслью или идеей является применение технологий машинного обучения. Но поскольку мы работали в условиях ограниченного времени, и целостность проекта для нас была важнее, нам нужно было придумать алгоритм, который не только эффективен, но и быстрый в написании. Поэтому мы решили сделать это с помощью чистого SQL. Это было довольно быстро. И главной метрикой в этом алгоритме выступала частота попадания фильмов или сериалов в один плейлист. То есть, чем чаще пользователи добавляют фильм или сериал в один плейлист, тем вероятнее, что они похожи. Так, также, возможно, у вас мог возникнуть вопрос, как же мы наполняли наш сайт данными. Безусловно, делать это руками было бы крайне неудобно из-за большого количества полей, но и, правда, весьма долго. Поэтому мы решили эту проблему с помощью плагина для Google Chrome, который называется Web Scraper. Он способен выстраивать связи между HTML-страничками и вытягивать данные из них. Он преобразует эти данные в CSV-файл, который мы с помощью написанного нами же скриптов на Python преобразовали в валийный SQL-запросы. И эти запросы мы и строили в нашей базе данных. Так и появились все наши фильмы и сериалы с актерами. Что касается функции поделиться в соцсетях, то ее мы реализовали с помощью WebShare API. Если API поддерживается браузером, то пользователю предоставляется выбор, в какой соцсети он хочет поделиться, фильмом или сериалом. При этом для того, чтобы к ссылке прикреплялись картинка и название, мы используем технологию Nginx SSI, с помощью которой оставляются метатеги в HTML, соответствующие картинке и заголовку. А если WebShare API не поддерживается браузером, то фильмом или сериалом все еще можно поделиться, но только в ВК. На нашем курсе было рассмотрено очень большое количество нововведений и разных новых технологий. И одна из них очень сильно запала нам в душу. Мы в своем проекте захотели заранее подготовиться к выкату в продакшн, можно так сказать, третьей версии всеми нами любимого протокола HTTP. Она более быстрая и надежная. Для этого нам пришлось довольно серьезно поработать, потому что оказалось, что перейти на вторую версию — это сущий пустяк по сравнению с переходом на третью. Там надо было пересобрать Nginx с новыми модулями, с новыми библиотеками и проставить множество интересных заголовков. Но в итоге у нас получился довольно удобный контейнер, который мы уже протестировали. И когда HTTP 3 станет наконец-то стейбл, мы можем по щелчку пальца запустить его. Вот, собственно, это конец нашей презентации. Хочется сказать всем большое спасибо за внимание. Большое спасибо также нашим учителям и менторам, без которых этот проект не был бы возможен. Вы, правда, очень сильно нам помогли. И помните, смотрите только хорошие фильмы, потому что плохие мы вам не порекомендуем. Спасибо, ребят, за проект. Прям даже хочется немножко похвалить. Выглядит прям как конечный продукт, и прям им можно пользоваться. Лайк за веб-шерапи от меня личный. Вот. У меня такой вопрос. Мне хочется знать ваше мнение. Как вы вообще сами относитесь к вашему продукту? Вот вы им пользуетесь? Хотите им пользоваться? Есть ли какая-нибудь, допустим, киллер фича? Ну, или еще что-то, почему я там, допустим, должен перейти с кинопоиска на него? Или еще что-то? Ну, мне просто интересно ваше отношение к тому, что вы сделали. Вот. Такой вопрос. Очень абстрактный. Давайте я, может быть, попробую на него ответить. Давай. Только считаю, в отличие у нас кинопоиска, даже вот то, что вышел кинопоиск HD, это все-таки какой-то более приятный юзер-энтрофейс. И еще очень удобно то, что у нас все расположено по секциям. Вот, как вы могли заметить, когда мы ищем актера, у нас у него две отдельные секции. В каких сериалах он снимался и в каких фильмах. И когда мы проводили UX-тестирование, нашим респондентам это очень понравилось. И они отметили, что такого нигде не видели и встретили это впервые. И также очень, наверное, удобно составлять плейлисты, именно ввести какие-то отложения, как хочу посмотреть, и подписываться на некоторые подборки. Окей. Еще у меня есть вопрос. Расскажите немножечко про то, как у вас происходил процесс разработки. У вас все было в спокойном режиме, по планированию, по доске? Или вы с горящей пятой точкой в последнюю ночь что-то доделывали? Ну, смотрите. Это хороший вопрос, потому что он очень жизненный, мне кажется, для всех команд. И да, поначалу у нас действительно была доска на трело. Мы честно разбирали задачи. То есть, вот чисто даже такой пример. Я брал задачи фронтенда, хотя для меня это казалось чем-то сложным. И мы работали в таком режиме, это было нормально. Но опять-таки, как я говорил, у нас все-таки есть ограничения по времени, у нас есть задания на кафедре. И порой все это смешивается, и действительно приходилось все это обсуждать как-то лично. Типа, да, я сейчас это выкачу, проверь, пожалуйста, через секунду. И все в таком духе. Потом, когда мы переезжали на CI, то тоже было довольно забавно, когда весь фронтенд гордо ждал, когда пять минут пройдут, чтобы протестировать бэкэнд. Но мне кажется, это все-таки такое более жизненное, и то, что, возможно, и в реальной жизни происходит, что действительно надо как-то стараться синхронизироваться друг с другом. Это не всегда просто из-за занятости разных членов команды. Но мы старались, и в конце концов, мне кажется, мы все успели склеить в единый проект, и ничего не отваливается от него. Ну, была еще проблема с синхронизацией между фронтендом и бэкэндом по поводу API, потому что бывало такое, что мы так говорим фронтенду, вот наш бэк, вот такой у него API, работайте. Но фронтенд такой, нет, нам не нравится, переделывайте. И вот такие итерации могли очень долго происходить, и это доставляло боли. Что вы с этим сделали в итоге? Это нам дало большую... Мы... Вы додумали, что надо сначала договориться, да? Нет, мы так и не додумались. У нас бэкэнд прогнулся под фронтенд, и честно все переделывал. Ну, тоже неплохо, я считаю. Как ты появляешься из фронтенда. Ладно, у меня все. Есть еще вопросы? Да, да, да. Мы с вами разговаривали на предзащите насчет картинок, что у вас они грузили с непонятным разрешением, непонятно куда, не имея в виду на какое устройство с этим разрешением. Вы эту проблему решили как-то? Мы убрали те самые картинки в большом качестве, но у нас также осталась проблема в том, что мы не подгружаем в зависимости от параметров экрана, но это проблема, скорее всего, не то, что мы там не знаем, как это реализовать, а именно то, что нам надо хранить на сервере две версии картинки, и, соответственно, их надо откуда-то взять и наскрапить. Вот мы единственным с этим проблемами в данном. Ну, на самом деле, можно хранить одну, есть всякие липки, которые позволяют конвертить реалтайм в картинку. Да, мы тоже пакет на Nginx рассматривали. У нас с Nginx действительно много было приключений, но сейчас из-за работы с картинками действительно полезно. Есть то, что большие картинки мы чинкуем на определенные чан-кусочки, если так можно сказать, и поэтому хоть какой-то перформанс мы для этого достигли определенно, и мы посмотрели в Network, что действительно стало чуть получше, но вот с разрешением там действительно, наверное, стоит еще в каких-то моментах работать. Что за чан-картинки? Что? Что это за подход? Я не до конца понял. Если файл JPEG, мы его режем на 500-килобайтные кусочки и стравливаем по 500 килобайтов, чтобы не висло все на одной картинке. Окей, спасибо, я понял. У меня такой вопрос. На предзащите говорили не только про размер картинок, но и про формат картинок. Я посмотрел, что превьюшки, вот когда в карусельках они грузятся в формате VP, это круто, но они грузятся с домена Яндекс.Статик. Как вы можете это прокомментировать? Это фича нашего скраппинга данных, я бы сказал. У нас есть часть данных, которая лежит конкретно у нас на сервере, и большая часть, поскольку, как видите, у нас тут за 100 фильмов и за 300 актеров, то какая-то часть у нас, она где-то в Яндексе лежит. Ну, это картинки. Да. Ну, а эти ссылки, опять-таки, скраппер нам выдавал, и, опять-таки, из HTML он их вытягивал. Не боитесь, что вас Яндекс по рефереру забанит? Ну, как сказать. Мне кажется, они хотели бы скорее партнерство с нами соключить, ведь сайт такой классный. Продаться вам. Да, когда вы храните ссылки на чужой ресурс, они могут протухнуть у вас как-то по тайм-ауту, вы скрапите, как вы обновляете базу? Да, безусловно. У нас это уже, я же говорил, у нас это уже автоматизировано. У нас есть скрапперка, запустили, потом запустили Python и залили все по-новой. Ну, Python, почему не Гошка? RGS. TypeScript. Что-то, ну, плохо вас научили. Вы нас научили громадному стойку технологий, поэтому мы учились все комбинировать. На самом деле, просто попробовал немножко сам его вспоминать, когда пытался все это парсить, и там были удобные форматированные строчки и работа с КСВ, и, ну, его, собственно, это был, наверное, главный аргумент, почему я выбрал Python, быстренько это накидал. Огромная была проблема с датами, поскольку вы знаете, что каждый сайт имеет свое мнение по тому, какие даты рождения должны быть у человека. Я даже встречал случай, что у человека была дата рождения март. И, ну, как это было вставлять в базу, было довольно сложно. И вот поэтому я там гонял эти данные, всякие регулярки писал, по 10 штук. Ну, это больно, но на Python, мне кажется, это все лучше реализовано. Вот. Где? Где? Чем во всех остальных местах, наверное. В Перле еще лучше. Тонкая-тонкая грань. Мне кажется, Перл, это не то, что надо изучать, когда проект горит. Нормально. Это подожжет его еще сильнее. Да, то есть он уже героически держится, ну, надо пожалеть его. Извините, ребята, вы не против? Я с вопросом небольшим ворвусь. Конечно. Я вот вчера перед защитой зашел на ваш сайт, мне очень понравилось, у вас очень классный дизайн, все очень красиво выглядит. Вот. И если сравнивать с кинопоиском, действительно, чуть-чуть более интуитивно все понятно. Но я вот как кинолюбитель, например, заметил, что у вас нету на странице фильма, например, режиссеров. Вот это немножко обидно. То есть хотелось бы перейти, например, на страницу режиссера и посмотреть, какие фильмы есть у него еще. Это одно из замечаний. И еще, если я все правильно понял, вы сказали, что вы хотели сделать быструю систему подбора рекомендаций к фильмам, ну, которые похожи. Вот. И вы сказали, что... То есть как? Получается, что вы смотрите, сколько фильмов добавили в конкретные плейлисты и их делаете похожими, я правильно понял? Частота попадания в один плейлист. Да. То есть если два фильма попали в один плейлист, снова они же попали во второй плейлист и снова они же попали в третий плейлист, мы делаем предположение, что, скорее всего, они чем-то похожи. А, то есть если они в один плейлист один раз попали, у кого-то это... Ну, просто какой момент? У меня, например, в плейлисте, наверное, было бы много разных фильмов, если бы это был плейлист с любимыми фильмами. Я думаю, таких людей достаточно много, и это просто мнение, то есть у меня есть ощущение, что это могло бы чуть-чуть искажить, извиняюсь. Мы понимаем это, и тоже возможно, это частично было бы скорее что-то из раздела рекомендаций, чем похожих, но тем не менее в большинстве своем все-таки если у человека есть вкус, и он по нему формирует свой плейлист, возможно, у него вкус это какой-то блок определенных фильмов, и скорее всего в этом блоке фильмы как-то пересекаются. Безусловно, все алгоритмы, которые делаются, они имеют какую-то вероятностную такую составляющую, и все они не идеальны, это понятно, и мы не гонялись за идеальностью наших похожестей. Я думаю, что можно было бы совсем просто сделать похожесть по жанру, но я понял суть. Это была наша первая идея, мы ее отвергли, потому что это слишком просто, и надо изощриться, да, я понял. У нас же есть просто разделение по жанрам, и можно выбрать какой-то конкретный жанр, и все фильмы этого жанра тоже будут как плейлист оформлены, если я не ошибаюсь. Окей, но я имел в виду именно рекомендации. Ну, в общем, в любом случае, очень классно вы все сделали, и я вас поздравляю, с хорошим сайтом. У нас идея была, у нас планы заложены, и у нас есть таблички в базе, и как бы под это подготовлено, просто надо именно вот скрапить самих режиссеров и связи между фильмами. Окей, да, ну режиссеры было бы хорошо. Ну, в общем, ладно, спасибо большое. Так, ладно тогда, спасибо вам, ребята, у нас уже закончилось. Подожди, подожди, Серега. Ладно, ладно, ладно. Ребят, контент супер, контент решает. Очень круто, что вы, ну, как бы не два видосика вставили, а там, умудрились базу спарсить и добавить. Ну, прям открываешь, и прям видно, что какой-то реальный проект, и, ну, короче, как оно будет, что оно юзабельно. Вот, это, ну, то есть контент всегда решает, что обязательно он должен быть. Вот, я прям очень порадовался в данном случае.